Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня президент Садыр Джапаров провел для отечественных и иностранных средств массовой информации большую пресс-конференцию, на которой обозначил основные социально-экономические показатели страны. На пресс-конференции свои вопросы задали представители более 50 СМИ. Продлилась она почти 4 часа и транслировалась в прямом эфире Общественного Первого канала. И сейчас у нас в гостях председатель Общественного Совета МВД Елкун Даутов. Мы поговорим об основных моментах прошедшей пресс-конференции. Здравствуйте, Елкун Умаржанович. Добро пожаловать к нам в студию. Добрый вечер. Как бы вы прокомментировали итоги пресс-конференции главы государства и вот какие ключевые моменты вы бы отметили прежде всего для себя? Сегодня пресс-конференция прошла в таком новом формате, когда президент выступая, были слайды о проделанной работе, была транслировалась информация, новый зал и самое главное более 150 журналистов, блогеров, гражданских активистов присутствовали сегодня на пресс-конференции. Почему именно сегодня? Наверное, многие зададут вопрос, потому что ровно год назад премьер-министром был утвержден Саддер Зяпаров, исполняющий обязанности президента. В январе более 80% жителей проголосовали и Саддер Зяпаров стал президентом Крымской Республики. Также проголосовали мы за то, что будет у нас референдум, который будет определять нашу конституцию в дальнейшем. На сегодняшний день все законы, конституционные законы, также конституция, она вся уже действует, работает. У нас утвержден новый кабинет министров, также утверждены все акимы. Это говорит о том, что сегодня у нас все институты власти сформулированы. И в связи с этим президент дал, так скажем, отчет о проделанной работе за год. Какая работа была, какие экономические показатели на сегодняшний день. Я хочу сказать, что с сегодняшней пресс-конференции сделал один вывод, на сегодняшний день президент открыт к диалогу со всеми. И с оппозицией, и с позицией, и с журналистами, и с международными организациями, со всеми. Он открыт, и сегодня он более 50 вопросов ответил, ответы были такие откровенными, честными. Он ответил на все вопросы, которые были заданы. Помимо этого он предоставил полную достоверную информацию о проделанной работе. Мы видим, что есть положительные сдвиги, мы видим, что есть стабилизация. После октября событий 2020 года мы находились в очень тяжелом социально-экономическом положении. У нас были политические процессы, мы стояли на грани кризиса, очень сильного кризиса. Но, невзирая на это, президент Саджиапаров и его команда, которая в то время работала и сейчас работает, смогли стабилизировать экономическое положение нашей страны, политическую ситуацию в нашем государстве. И мы уже видим первые положительные результаты. На самом деле, из информации, которую дал Саджиапаров, мы видим, что у нас также есть положительные сдвиги в международных отношениях. Нашими соседями. Допустим, возьмем пример. Первые поездки президента были в Казахстан, Узбекистан, в то же время Таджикистан, Россия, Турция. Также европейские страны. Допустим, Саджиапаров принял всех представителей ОБСЕ, ООН, НАТО, со всеми провел переговоры. И везде один позыв – это развитие нашего государства, помощь в развитии нашей экономики, это взаимодействие, это сотрудничество по многим сферам. И мы сегодня с уверенностью можем сказать, что у нас на ближайшее будущее, на 2022 год, запланировано еще очень много мероприятий, о которых президент сегодня вкратце и рассказал. Ну и вот один из ключевых моментов, не раз отмечался Доржиапаров во время своих ответов, во время своего вступления, то, что многие вопросы, в частности, разработка месторождений, и вопросы делимитации, демаркации границ, и то, что вы отметили сейчас, внешняя политика, вся вот эта государственная политика будет вести прежде всего с учетом интересов государства. Ну вот, поскольку мы сейчас, давайте я предлагаю по пунктам, в частности, его выступления, одним из таких ключевых моментов, в частности, президент отметил борьбу с коррупцией. То есть он отметил, что сейчас идет непримиримая жесткая борьба, и невзирая на то, какую бы должность человек не занимал, какую бы позицию, ну и в частности, также прозвучал вопрос относительно недавнего задержания ответственного секретаря комиссии по вопросам помилования. Ну вот, скажите, достаточно ли на сегодняшний день, как сказал президент, ведется вот такая жесткая и непримиримая борьба со взяточничеством, с коррупцией в целом? Перед тем, как стать президентом, предвыборная, когда была гонка, тогда вот президент Садрин Роджио сказал, что основным моментом будет эта борьба с коррупцией, непримиримая. Вот, вы оправе заметили на сегодняшний день, давайте посмотрим, кто находится у нас на скаме подсудимых. Это бывшие президенты, премьер-министры, это депутаты, это министры, невзирая на должности, на ранги, они все привлекли к ответственности. Ну, конечно, суд окончательное решение вынесет, кто виноват, кто не виноват, но на сегодняшний день, вот по итогам борьбы с коррупцией был открыт единый счет, который пополнял бюджет нашего государства, более 7 миллиардов 400 миллионов поступило на этот счет. Это говорит о том, что на сегодняшний день есть прозрачность. И за счет поступления счет по борьбе с коррупцией, вот мы видим, что приобретаются машины для поддержания безопасности на границах, и другие, строятся школы, другие направления экономики поддерживаются. Если мы возьмем статистику, статистику упрямую вещь, и все познается в сравнении, на сегодняшний день за год, за год, то 7, почти с половиной миллиардов за 10 лет до 2020 года было более 3 миллиардов. Два раза больше за один год. Это говорит о том, что есть реальная борьба с коррупцией. Конечно, это очень долгий, сложный процесс, над этим должно работать все общество. Президент сказал, что был создан антикоррупционный деловой совет. Скоро состоит первое заседание присутствия президента, где будут озвучены основные стратегические вопросы дальнейшего действия, как необходимо бороться. Помимо этого, президент, вы знаете, так как была коррупция в правоохранительных органах, он расформировал финансовую полицию, он также расформировал АКС, потому что очень много было жалоб со стороны бизнеса. И вот эти денежные средства, которые были раньше в тени за счет коррупции правоохранительных органов, они сейчас выходят наружу и пополнение бюджета идет. И также, помимо этого, мы возьмем экономику за 2020 год и также 2021 год, то за счет уже открытости пополнения налогов этих предприятий, которые раньше бизнесмены отдавали на руки нечестным сотрудникам, сейчас это все у нас в открытом процессе. И это, вы знаете, повсеместно во всем мире, в первую очередь, ставит в основном борьбу с коррупцией. Но на сегодняшний день у нас это основное направление нашего президента. Вот посмотрите, ежедневно, практически, через сводки мы видим, что идет процесс задержания. По всем, допустим, это правоохранители, это госслужащие, это разные, также это учителя и другие-другие. Это о чем говорит? О том, что все факты, которые есть, они регистрируются, они фиксируются. Соответствующие органы, в частности, Государственный комитет национальной безопасности проводят задержания. Все это в открытом пространстве публикуется. Раньше многие факторы не публиковались, просто не публиковали и общественность не знала. Сейчас все факты по линии ГКНБ, по линии МВД, по линии прокуратуры, правоохранительные органы, где нашли нарушение, они все это на суд общественности выносят. И мы все знаем, что в этом направлении ведется активная борьба с коррупцией. Я считаю, что в данном направлении будет еще продолжено, потому что президентам поставлено 22-й год очень много задач. Сейчас будут утверждены новые законы, УПК, УК, кодексы, на них начнут действовать, и мы увидим реальные результаты. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, законодательство, которое было в 2019 году утверждено, оно по рукам, по ногам бьет, и у нас много нюансов. Почему? Потому что зачастую очень много вопросов к следователям возникает. И в связи с этим сейчас вот эти коллизии законодательного характера, они уже все приведены в соответствие. Осталось только подписать Саддену Роджевичу и опубликовать. И в дальнейшем мы уже начнем работать по новым законам. Ну, согласитесь, еще весьма показательно прозвучало, когда президент сказал, что вот именно об этих 7,5 миллиардах, то есть процесс расходования, и в целом он открыт. Как президент сказал, можете, в принципе, запросить и у Минфина, и у ОГКНБ. Я думаю, это, в принципе, тоже впервые такое. То есть когда мы действительно знаем, куда идут и расходуются средства, поступившие от борьбы с коррупцией. Ну вот следующий вопрос касательно, тоже один немаловажный мой взгляд, это месторождения. Собственно, и изучали вопросы и из зала, и сам президент говорил относительно того, что теперь отныне наша страна будет сама разрабатывать эти месторождения, да, с учетом, опять-таки, интересов государства. Скажите, какие на сегодняшний день у нашей страны есть возможности, чтобы самим разрабатывать эти месторождения? Конечно, мы все знаем, как раньше выдавались лицензии, как они продавались. Если мы посмотрим историю, да, суверенитета Кыргызской республики, то 300 сомов лицензии, да, на добычу полезных ископаемых, представляете, и один из руководителей, он более 100 лицензий купил, потом перепродавал иностранцам, там, по 3 тысячи, по 5, по 10, по 20 тысяч долларов, это нонсенс. Это нонсенс. И сегодня абсолютно правильно президент ставит задачу, что мы свои национальные богатства, полезные ископаемые, вот в частности возьмем, например, Унтор. Сейчас мы видели, мы знаем, да, какие кабальные соглашения были заключены. Сейчас у нас международный арбитраж. Мы надеемся, что интересы государства, интересы всего народа преобладают, и мы выиграем в суде, и Унтор будет приносить пользу для развития нашего государства. Вот эти задачи президент Саддер Новороджевич ставил. В 2013 году, будучи депутатом, он эти вопросы поднимал. Будучи председателем комиссии, он все наружу показывал, что какие есть проблемы на месторождениях, не только Унтор, на всех месторождениях. К сожалению, до этого времени, вот мы все, у нас было такое, знаете, только получение прибыли, приходили к нам инвесторы, они превыше всего оставили первое получение прибыли. Ну, должен быть также преобладать национальный интерес. Пожалуйста, президент говорит, что инвесторы, они все готовы прийти, но на паритетных условиях. Национальный интерес должен быть превыше всего. Вот об этом и было сказано. Помимо этого, да, было создано госпредприятие, госгеология, которое будет заниматься именно разработкой месторождения. Но также в бюджете будут предусмотрены дополнительные средства, которые будут создавать условия для наших же внутренних специалистов работать на этих месторождениях. И также мы будем приобретать необходимую технику, укреплять материально-техническое снабжение наших, допустим, родников, источников, да, вот где вот это все будет, родников. Тогда вот я думаю, что мы сможем реально зарабатывать денежные средства на государственном уровне. Почему? Потому что мы посмотрим страны, допустим, ближайшие страны наши, они тоже пошли таким путем. За счет национализации, за счет создания своих, да, вот, государство берет под контроль, но в то же время идет жесткий, общественный, правоохранительный контроль над деятельностью их. Тогда вот будет, я думаю, что мы сможем добиться определенных результатов. Помимо этого, вот Кунтор, мы посмотрели сейчас очень много вопросов до этого, да, вот по соглашениям, много у нас чиновников сейчас находится в СИЗО ГКНБ, ведут следствие, судебное разбирательство впереди нас ждут, да, но не зряя на это, в основном один вопрос был. Везде коррупция связана с выдачей лицензии, коррупция связанная с продлением соглашения, да, вот эти вопросы. Сейчас пришло время, когда необходимо задуматься о том, чтобы все наши месторождения, а у нас практически вся таблица Менделеева из Президентской Республики, они должны работать во благо государства. Спасибо. Ну вот, продолжая наш разговор, ну, я думаю, этот вопрос особенно будет задать актуально вам, президент говорил и о границах, да, и, в частности, о недавнем Баткенском конфликте. Вы сами сейчас тоже рассказали, да, то есть, ну, напомнили о покупке 40 бронированных автомобилей, да, для защиты нашей госграницы. Ну вот, президент заявил, что вопрос открытия границы с Таджикистаном, то есть, он не будет, граница не будет открыта, пока не будет решен вопрос делимитации и демаркации госграницы, ну, вот, за исключением студентов, да, для предоставления им образования. И здесь президент четко отметил, что Кыргызстан будет отстаивать свои позиции вот именно на основании договоров. Вот, Ваш, пожалуйста, комментарий. Вы знаете, апрельские, майские события, которые произошли на границе нашей, это была такая вооруженная агрессия на территории Кыргызской Республики, проявляясь со стороны другого государства, практически мы все были в шоке, все мировое сообщество было в шоке. Наши соседи тоже, мы все понимаем, что это неправильно, это так не должно быть мирное время у нас, мы являемся соседями, доброжелательные отношения. Да, еще мы являемся членами ОДКБ, да. И вот после этого президентам были поставлены конкретные задачи перед правоохранительными органами, перед пограничной службой ГКНБ, вот, чтобы была разработана единая доктрина, единая концепция, программа по тому, чтобы, вот, не дай бог, когда будут происходить такие события, чтобы мы могли оперативно реагировать на эти события в рамках законодательства, защищая свой суверенитет. И вот сегодня буквально мы увидели, что 40 единиц военной бронированной техники приобретены для обеспечения патрулирования на границах Кыргызской Республики. Помимо этого, планируется приобретение... За счет средств госбюджета впервые. За счет средств госбюджета впервые за 30 лет мы приобретаем новую технику, не старую, нам не подарили ту технику, которую использовали, а новая техника. Да, в качестве губомощи. А вот теперь это очень важный шаг. Мы идем на укрепление наших границ. Помимо этого, для поднятия морального духа наших солдат, пограничников, президентам поднимается заработная плата им. Создаются условия, будет строиться социальное жилье. И это очень важный фактор. Потому что у нас в течение 30 лет постоянно происходят разные конфликтные ситуации. На сегодняшний день с Узбекской Республикой на 95% урегулировали все вопросы, касаемые границ. И эта комиссия, которая была создана по указу президента с января месяца, председатель комиссии является представителем ГКНБ Хамчбек Хадышаевич, они провели очень большую работу на самом деле. Просто вот эти события никто не мог ожидать. Потому что мы сами видим, что сегодня идет кризис. И наше руководство закрыло все контрабанду, не пропускало контрабанды. Вот эти все события, они сыграли свою роль. Я думаю, что в будущем мы укрепим нашу армию. И вот эта доктрина с 2022 года начнет действовать. Национальная программа. Там заложены все механизмы. И в основном приоритет идет укрепление армии. Это вот вы говорите о новой концепции нацбезопасности. Новая концепция национальной безопасности, которая была утверждена президентом. Там очень много пунктов, касаемо части укрепления нашей армии. Помимо этого, мы должны постепенно охранять наши границы. События, которые произошли, это для нас был большим уроком. Трагические события, к сожалению. И весь народ, он сплотился, и мы знаем, вот сейчас построены новые дома, социальная инфраструктура Баткенской области, вот где вот произошли эти события. Все обновляется, создаются условия, рабочие места создаются, госпредприятия создаются. Это говорит о том, что сегодня Баткенская область, она будет, она сейчас уже, вы знаете, у нее особый статус. И больше государство будет уделять внимание именно приграничным вопросам. Раньше мы этому не уделяли внимания, понимаете, те события, которые произошли, это эхо тех событий, которые до этого предшествовали этому процессу. Потому что мы всегда пытались решить вопрос границы, но не доводили их до конца, к сожалению. Но вот президент Садрзиопаров, он сказал, что исходя из национальных интересов, но в то же время учитывая интересы соседнего государства, будет приниматься решение. Конечно, это будет очень сложно. Конечно, у нас будут, возможно, какие-то недопонимания, но тем не менее, мы как добрососедские государства, тем более наш президент был в Таджикистане, они многие вопросы отрегулировали касаемо границ. Эти все вопросы будут сняты в ближайшем будущем. И тем не менее, в этом вопросе президент все-таки не исключил, что до тех пор, пока не будет завершен процесс делимитации, демаркации границ, такие конфликты могут возникать. Конечно, мы должны быть готовы ко всему. Апрельские, майские события этому подтверждения. В связи с этим у нас будет сейчас укапляться армия, будем создавать условия. Президент говорит, на государственном уровне будет все, что необходимо. У нас должна быть нормальная, независимая, сильная армия. Почему? Потому что мы суверенно независимое государство. В то же время мы знаем, что как члена УДКБ, у нас есть военная база России, которая на последнем заседании УДКБ было принято решение. И президент Саддон Ладжевич, он поставил правильный вопрос, почему не прописано в уставе УДКБ, когда, если будет военная агрессия одного государства на другого члена УДКБ, как должны реагировать другие члены УДКБ. Вот эти вопросы сейчас прописываются, они будут в ближайшем будущем, мне кажется, сняты. С повестки нет. Вот касаясь новой концепции национальной безопасности, она в скором времени будет представлена, что принципиально нового? В двух словах. Там предложение есть о создании единого следственного органа, о том, чтобы все правоохранительные органы, сотрудники проходили конкурсный отбор, о том, чтобы была независимость судебного органа, о том, чтобы следственный независим был от руководства своих. Вот это, в принципе, такая мировая практика, которую мы хотим внедрить в наши республики. К сожалению, у нас какие-то моменты получаются внедрять, какие-то нет, потому что все-таки для того, чтобы проводить масштабную реформу, для этого необходимы колоссальные финансовые вливания. Вот мы возьмем пример, допустим, для того, чтобы провести реформу правоохранительных органов Грузии, было потрачено 10 миллиардов долларов. Из-за этого они получили конкретные результаты за короткий период. Мы сегодня, по большому счету, на голом энтузиазме, но в то же время, учитывая реалии сегодняшнего дня, мировую практику, мы стараемся проводить реформы. И они у нас зачастую получаются. То есть вопрос у нас в данном случае упирается в финансы? Конечно. Из-за этого вот сейчас многие вопросы, они тоже будут упираться в финансовые средства, но тем не менее... Но все-таки кадровая политика. Обязательно должна во главе угла стоять тоже такая правильно, выверенная. Из-за этого предлагаются конкурсы на отборы. Вот сейчас у нас, мы все знаем, что Акимов будет назначать президент. Мэров городов будет назначать президент. Правительство, кабинет министров формируется по предложению президента. У нас, вот знаете, раньше было, когда вот Конституция, старая Конституция, у нас фракции, которые составляли большинство, они распределяли портфели в кабинете министров. И в связи с этим у нас было, знаете, такое, ну не было единства. Каждый, как хотел, в своем направлении, у него был лидер фракции, у него была партия. Он, по большому счету, из-за этого у нас каждый год правительство менялось. Теперь мы хотим, чтобы у нас было стабильное рабочее правительство. Рабочий кабинет министров. Вот сейчас на 30% произошло согрешение, кадровое согрешение во всех госорганах. Согрешение продолжается. Кто сильный, знающий, имеющий хороший опыт, который прошел тестирование, знающий свою работу, такие специалисты будут оставаться. Что в администрации президента, что в министерствах и ведомствах. Это правильный, естественный отбор. Зачастую у нас были раздуты штаты. Вот, допустим, возьмем примере Министерства внутренних дел. За счет 30% сокращения центрального аппарата, они укрепили низовые подразделения в регионах, в высокогорных местах, допустим, в труднодоступных местах, где вот население на самом деле нуждается в правоохранителях. Это очень хороший шаг, я считаю. Ну вот сейчас как раз вы затронули вопрос, в частности, реформирования правоохранительных органов, структурные изменения в центральном аппарате МВД. И президент говорил, в частности, и о внедрении цифровых технологий, о повышении заработной платы сотрудникам. И вот в целом все это делается для обеспечения общественной безопасности, безопасности на границе всего государства. Но вот насколько эффективны вот сейчас эти принимаемые меры, если, как мы говорим с вами, учитывая сейчас, нехватку финансов и утрощение? Вы знаете, зачастую, даже невзирая на то, что у нас очень много не хватает финансов, средств в бюджете, да, не зряя на это, каждое министерство, поставленное руководством странной задачи, старается выполнять. Цифровизация повсеместно внедряется, открывается новый центр предоставления госуслуг. Без очереди, допустим. Ну, сейчас очень много мы идем вперед, прорыв идет конкретно у нас по многим направлениям. И в то же время, это вот, допустим, Генеральная прокуратура сейчас многие законы внесла изменения, совершенство идет, там будет контроль над следствием, установлены сроки следствия. Понимаете, вот эти все моменты, которые были раньше, ну вот с 2019 года по сегодняшний день, которые создавали недовольство среди населения, они будут поэтапно сниматься. Помимо этого, основной момент это цифровизация. Не только государственных органов, мы должны цифровизировать полностью. Это камеры видеонаблюдения, камеры безопасного города, это везде повсеместно. Безопасный двор, безопасный район, безопасный город. Вот в этом отношении, если мы будем работать, то мы увидим конкретные результаты в будущем. Вот сейчас перед нами стоит большое испытание, это будут выборы депутатов Джорджа Кенеш. Впервые мы будем пробовать новую систему, смешанную систему. Президентом поставленный позавчера на общем съезде, когда присутствовали все представители госорганов. Глав органов МСУ. Да, МСУ, чтобы в первую очередь не было пресловутого административного ресурса, чтобы выборы проходили честно, прозрачно максимально. И я думаю, что вот мы сейчас должны над этим все общество вместе с ними бороться с административным ресурсом, бороться с подкупом. Если, допустим... Нет, вот здесь большая надежда на правоохранительные органы. Очень важна и очень большая на них надежда. Я думаю, что они смогут оперативно реагировать на те факты подкупов, каких-то давлений со стороны муниципальных и других органов, государств органов, то тогда я думаю, что мы сможем добиться максимально прозрачных выборов. Потому что президент сказал, что это основная сегодня задача. Общественность будет смотреть, наблюдать. И как мы знаем, что всегда три народных волнения, три революции в Казахстане произошло по причине нечестных выборов. В связи с этим сейчас пришло время, когда мы должны поддержать президента, его политику, его вот такую политическую волю по созданию тому, чтобы прошли честные, прозрачные выборы. Помимо этого поддержать президента по тому, что должен быть экономический рост, сдвиг, такое, знаете, направление, все вместе объединившись, мы только можем этого добиться. Конечно, очень легко критиковать, находясь где-то, но делать все, что вот за момент приобретения суверенитета, это все проблемы же не за один год. Эти проблемы все были, просто они начали наружу выходить. Мы посмотрим, да, у нас была засуха. Не только же в Казахстане, в Казахстане, во всем мире практически. Цены на продукты питания растут не только в Казахстане, во всем мире. Это мировая тенденция, это мировой кризис, но тем не менее, вот все обязательства, социальные обязательства, пенсии, пособия, заработные платы бюджетникам выплачиваются вовремя. Тем не менее, более 50 тысяч рабочих мест открыто в этом году, только за один год. Тем не менее, идет повсеместно экономическое, но тем не менее, такое маленькое развитие страны. Это говорит о том, что у нас сегодня сформированы все институты власти, есть законно выбранный президент, который работает и который хочет, чтобы население жило лучше. И мы ко всему все должны к этому стремиться. Спасибо большое, Елкун Умаржанович, за интересную беседу, за то, что нашли время, и сегодня пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Вам спасибо большое. Я напоминаю, уважаемые телезрители, что сегодня у нас в гостях был председатель Общественного совета МВД Елкун Даутов. Мы поговорили в целом об итоговой пресс-конференции главы государства и о ключевых моментах, которые прозвучали на встрече с журналистами. Спасибо за внимание. Фирал Т-24 продолжается.